Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу святому истинному! Братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа из города Киева. Сегодня 22 апреля 2016 года, сегодня 14 число месяца Ниссан, 5776 года, если ввести исчисление от нашего прапра, праотца Адама, по библейскому летоисчислению, 5776. Много уже лет прошло, но сегодня особая ночь, предстоит нам особое торжество, пасхальная ночь, потому что вот с сегодняшним числом 14 Ниссана мы вспоминаем Пасху. В ночь с 14 на 15 Ниссана, однажды, во времена Моисея пророка, Бог совершил великое чудо избавления, спасение. Спасение всех тех евреев, что уверовали в Бога Израилева и пошли вслед за Моисеем, поверив Моисею как пророку Божьему. Те евреи, что не приняли тогда истины этой спасения, к сожалению, таковых было немало. В еврейской традиции считается, что порядка трети всех евреев так и не поверило Богу до конца и не поверило Моисею как пророку. Даже после всех казней египетских сердца их были жестокими, к сожалению, ожесточенными. И за место отпадших природных ветвей, неверием, которые отпали, Бог привил верою с разных народов, совершив великий гиюр, сверхъестественный гиюр, с разных народов земли, проживавших тогда в Египте. Бог привил верою миллионы душ, мы не знаем сколько точно, но более миллиона однозначно. Человек неевреев были привиты, получается, согласно переписи. Мужчин призывного возраста, вышедших из Египта, было порядка 600 тысяч человек. То есть, получается, что можно предполагать, что вместе с женщинами и детьми было, ну, 3,5-4 миллиона, возможно, и больше, включая стариков, инвалидов. Знаете, Бог совершил чудо, Он спас людей. Праздник Пасхи – это не просто праздник евреев или православных, или католиков, или протестантов, или кого-то еще. Не просто праздник отдельного народа взятого, нет, это праздник со слезами на глазах, будем так говорить. Потому что, действительно, это праздник со слезами на глазах, потому что мы вспоминаем не только победу, но и поражение, не только выход, но и казни египетские. Не только спасенных первенцев, но и погибших, не только прошедших через море и благодарящих Богу за все, но и погибших там, на дне морском, и коня, и всадника. Мы вспоминаем сегодня. Действительно, и кровь, и боль, и поражение скота, и в кровь превращалась вода сама, водная стихия. Много совершило страшных знамений в Египте, и все это, действительно, ради спасения нашего, все это ради спасения верующих. Я вам скажу так, что праздник Пасхи – это не просто праздник евреев или неевреев, это праздник верующих. Не важно, кто ты по национальности, важно, кто в тебе. Если Бог в тебе, если ты веруешь в живого Бога, если сегодня Иисус Христос для тебя, это не просто слова, а твой спаситель Господь, то сегодня ты совершишь великий исход из царства тьмы в царство света, в царство востоке Божьего Иисуса Христа. Благословение всех вас, дорогие друзья, благословение Божьей всем вам. Сегодня будет ночь бдения, здесь вот неподалеку от Киева, в кругу семьи соберутся верующие, будем молиться, кушать, вспоминать великий исход тот и говорить о сегодняшнем исходе. А в воскресенье на церковном служении 24 числа, это будет уже послезавтра, то будет тоже такой импровизированный седр пасхальный, будет прямо у нас в церкви. И потом до 30 апреля будем есть опресники, будем есть мацу и благодарить Бога за его исход. Слава Иисусу Христу на веки, слава Богу Святому из города Киева. С любовью во Христе Иисусе Сергей Журулев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. С миром Божьим! Мир всем! Шалом!